Всем привет! Запись пошла. Всем добрый вечер! Итак, что у нас сегодня? На всякий случай напоминаем, что сегодня не АМА с командой, а первый вебинар по амбасадорской программе. Сергей сделает небольшое представление еще раз, что такая амбасадорская программа для тех, кто это еще до конца не понял. И мы стартанем. Сергей, пожалуйста. Да, спасибо. В общем, что у нас такое амбасадорская программа? Амбасадорская программа это такой проект, где вы можете поучаствовать в развитии жизни аркона, причем всячески. Можно креативить, можно рисовать арты, можно моделить 3D-модельки, можно переводить материалы наши, причем не обязательно АМА сессию, можно взять какие-то наши новости, которые мы публиковали уже ранее, и перевести их на другие языки. Это может быть английский, китайский, бурятский, любой вообще язык, если вы хорошо знаете и делаете хорошие переводы, не прогоняя через переводчика, а именно собственноручно, так сказать, то можете за это заработать опыт. Да, амбасадорская программа, она у нас подразумевает различные награды. Основные награды, как и цель нашей амбасадорской программы, будут выданы за прохождение успешного обучения, потому что мы ждем, чтобы вы станете нашими крутыми амбасадорами, то есть людьми, которые знают об Арконе, если не все, то очень много, и можете рассказать своим друзьям, причем, которые интересуются совершенно разными властями, это могут быть какие-то технарии, или просто люди, которые интересуются технологиями, или не особо глубоко о них знают. В общем, чтобы вы простым языком и сложным языком могли рассказать, что такое Аркона. Поэтому наша амбасадорская программа будет вестись и держаться на четырех вебинарах. Вот у нас сегодня первый на четырех темах, которые мы будем потихоньку вам открывать, и вы сможете в конце этого вебинара в течение недели проходить тест, по итогам которого получать награды, соответственно. И у нас будет большое такое награждение в конце для тех, кто пройдет успешно все тесты более чем на 80%, включая финальный, и, собственно, мы рассмотрим, как много у вас будет, подумаем наградами. У нас уже есть некоторые идеи, но мы их вам не скажем, так интересно. Но гарантированные награды, в отличие от других людей, которые проводят амбасадорские программы, у нас будут для всех. Поэтому даже если вы просто что-то перевели или позвали друзей сюда, вы что-то обязательно получите. Поэтому предлагаю потихоньку переходить к нашему первой теме вебинара. Диана, передаю слово. Да, спасибо, Сергей. Да, я на самом деле еще махонько добавление. На самом деле для меня лично очень важно, чтобы даже тех, кто с нами уже очень давно, до конца разобрали, что же такое Аркона. Потому что экосистема, метавселенная Аркона – это действительно очень большой и обширный мир, как и всегда. В мире много разных аспектов. И мы потихоньку в течение этих четырех вебинаров, осветим каждый из них. Что-то может больше, что-то подробнее, что-то менее подробно. Но я уверена, что к концу у вас станет более цельная и ясная картина, что такое метавселенная Аркона. Я буду подсматривать свою шпаргалку. Конечно, я знаю, что такое наша метавселенная. Но для того, чтобы не реверсикацией мысли под реву, я буду смотреть в тезисы, по ним рассказывать. Итак, еще раз. Предваряем то, что сегодня общая тема, первый вебинар в целом об Арконе и о метавселенной. Итак, что такое метавселенная Аркона? Это глобальная метавселенная дополненной реальности, которая позволяет одновременно, хроничному количеству людей создавать собственные проекты дополненной реальности, смотреть контент дополненной реальности. И это может быть как бизнес, как реклама, арт, цифровое искусство, всевозможные гейм-проекты, которые мы сейчас внедряем, видеострим, которые уже есть. Это очень-очень большое количество разного контента, которые могут видеть и создавать одновременно неограниченное количество людей. В том числе исторические реконструкции, с которых мы начинали. По сути, это огромная экосистема, которую мы формируем все вместе. Это наш основной момент. Важно знать разницу между дополненной и виртуальной реальностью. Наверное, вы уже обратили внимание, иногда, когда кто-то говорит, вы виртуальная реальность, вот так немножко. Дергаемся, это, знаете, из серии, что лучше наоборот или лыжи, и то и другое хорошо. Но надо понимать, что Аркона это дополненная реальность. В чем отличие от виртуальной? Виртуальная реальность полностью закрывает окружающий мир. То есть это то, что, например, в компьютерных играх. Дополненная реальность при помощи камеры смартфона дополняет реальный мир. То есть вы видите контент, будь он 3D, 2D или просто плоский, он встраивается в реальный мир. И в этом основное отличие. И, в принципе, дополненная реальность, она более живая, более иммерсивная. Плюс, всему прочему, она не требует очень сложных устройств. Достаточно смартфонов, как все знают, кто с нами уже достаточно давно. Не нужны большие какие-то VR-очки, VR-устройства, тяжелый игровой компьютер, достаточно обычного смартфона. Что такое метавселенная? Сейчас это такое достаточно широкое понятие, каждый трактует его по-своему. Кто-то считает, что метавселенная равно VR. VR равно трактовка такая. Это вселенная, это мир, который строится его пользователями. Он меняется постоянно от каждого, кто входит в мир, кто смотрит контент, кто создает контент. Это можно сказать, как и обычный мир, строится его жителями. И поэтому от вклада каждого он меняется постоянно. То есть это совершенно такой живой организм. И в этом отличие от, допустим, обычных компьютерных игр, которые уже созданы продакшеном. И вот они есть, такие, какие они есть. В метавселенных вы можете предлагать, вы можете создавать. И на каждом собственном гексагоне, на каждой собственной земле у вас, по сути, рождается свой мир, который может разительно отличаться от того, что на соседнем гексагоне. Как это происходит и в нашей обычной жизни. На секундочку. Сейчас задают вопрос, чем же мы отличаемся от огромного-огромного количества других проектов дополненной реальности. В чем наша ноу-хау, революционность, все что угодно. И это очень просто. То, что мы делаем, пока все еще одни, как ни странно, хотя мы это очень часто мониторим рынок, это удаленное размещение контента. Что такое удаленное размещение контента? Сидя за своим компьютером, зайдя на Marketplace Arcon, например, вы находитесь в Москве или в Санкт-Петербурге. Вам очень хочется разместить какой-то контент. Например, вы хотите создать художественную выставку, допустим, в Лондоне. Сейчас это немножечко непросто. Однако при помощи Arcon это совершенно легкая задача. Если у вас есть контент, подходящий под технические требования, которые совершенно несложные, вы буквально в несколько кликов размещаете на выкупленный или арендованный участок вашу картинную галерею, например, или какой-то фан-проект, или что бы вам захотелось. И все те люди, которые будут находиться в той точке условного Лондона или Нью-Йорка, при помощи нашего приложения, AirViewer, смогут излитить ваш контент. Вот это, собственно, и есть удаленное размещение. Что важно, опять же, из нашего, скажем, похвастушек таких, это очень точное размещение контента. Это не плюс-минус 100 метров, это не плюс-минус километр. Это очень точное размещение контента, потому что вся Земля, вся планета разделена на гексагоны. Это шестиугольники, 100 метров квадратных площадь и 14 метров диаметра. И очень четко в этих гексагонах будет находиться ваш контент и никуда не упадет. И в этом есть наше основное преимущество, отличие, ноу-хау и все, чем мы гордимся. Не только этим есть много что еще, но это такое основное. Так, что у нас дальше? А, очень важно. Собственно, для кого? Для кого создана Аркона? Может показаться, что, наверное, если я не 3D-шник, если я, не знаю, технарь с каким-то огромным образованием, то что мне здесь делать? Но, собственно, изначально мы строили платформу для обычных пользователей. 3D-контента сейчас огромное-огромное количество условно-бесплатного, совсем бесплатного, в открытом доступе, десятки миллионов всевозможных, всевозможных 3D-моделей, которые можно брать, компилировать из них какие-то сцены. Конечно, можно нанять 3D-шника, специалиста, 3D-моделера, но даже без этого вы можете размещать свой контент, не обладая какими-то специальными навыками и знаниями. И в этом и есть основное наше, в том числе, одно из основных наших преимуществ, потому что Аркона создана для обычных людей с различными целями, использующими дополнительный реальный. И теперь мы перейдем к небольшой такой исторической справке, а кто, собственно, разработчики Аркона? Кто эти люди? И эти люди занимались 2013 года дополненной реальностью, как мы говорим, до пришествия в мир покемонов. Никто еще не знал, что такое дополненная реальность, и когда мы о ней рассказывали на каких-то конференциях, это было все странно, сложно, очень дорого. И мы, это компания Telegrin 21, Telegrin 21 век, и изначально мы были, кстати, модно говорить, тогда даже такого терминова не было, цифровые реконструкторы. Первоначальная идея нашего проекта была восстанавливать утраченные исторические памятники и события. Поскольку не только Россия, но и весь мир, имея огромную-огромную историю, большинство памятников утратил. И нам было очень интересно, поскольку мы любили путешествовать, и нам хотелось, чтобы приезжая в какое-то место, ну, условно, и Помпеи, когда гид говорит, посмотрите направо, пыльная колонна, посмотрите налево, пыльная колонна, а представьте себе, здесь было то-то и дворецы, термы и какие-то интересные храмы. И вот нам очень хотелось, чтобы это представьте себе имело максимально интересной визуализации. Собственно, с этого мы и начали. И первый наш проект был создан в Латвии, где мы создали замок Тестонского ордена. Это была совершенно уникальная история. Огромное количество посещений было, прессы. Далее мы создали, по-моему, Бастилию в Париже, Помпейти самые в Италии. То есть было очень-очень много проектов, и мы достаточно известным проектом стали. То есть я сейчас загуглю про Перегрин-21, найдется большой объем материалов. Но в какой-то момент мы поняли, да, это очень классно делать фиторические реконструкции. Но что мы делали? Для того, чтобы поставить условные помпи, выезжала команда разработчиков, снимала окружающий мир, снимала так называемое облако-точек, на которые была необходима привязка. Уезжала обратно в Петербург, мы делали проект. Потом разработчики снова приезжали, обнаруживали, что все криво, пытались что-то поправить. В общем, примерно три поездки было сделать необходимо для того, чтобы проект стал корректно, хорошо размещен непосредственно в этом месте. Тогда мы поняли, что это весело, но дорого. И первая задача, которую мы решали для себя, это экономия бюджета, потому что проекты были очень дорогими, неподъемными. И мы начали искать решение, а как же сделать дешево. Собственно, в нашей РНД, скажем, да, такие глубокие научные исследовательские разработки начали в 2015 году еще. И к 2017 году мы поняли, что мы, в принципе, уже потянем то, что мы хотели сделать. Мы начали понять, что это готовая работа, это удаленное позиционирование то самое. И так потихоньку стало понятно, что это нужно не только нам, что это интересно людям, это интересно, конечно, пользователю. И тогда Pelegrin 21, как, скажем, такая разработческая компания, да, компания, работавшая под заказ, трансформировалась в экосистему, в платформу Arcon. Уже такой проект на весь мир, не связанный с отдельными локациями в плане нахождения команды, а работа во всем мире. Поэтому в 2017 году можно сказать, что родилась Аркона. Кто-то спрашивал в канале, когда мы отмечаем день рождения Арконы. Вы долго об этом думали, кстати, и мы... ...когда мы его отмечаем. День рождения Арконы, вот вам лайхак совершенно не запланированный. Но я расскажу. Это 17 августа 2017 года, потому что был хайпатон в Санкт-Петербурге, когда мы представили миру, собственно, название Арконы и проект Арконы, и концепцию Арконы. Мы решили, что вот именно выглазь свет, это и есть день рождения. Так что 17 августа отметим. Покутим. Так, 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 так. Что у нас сегодня? На сегодняшний момент сформирована абсолютно вся эта система, абсолютно работающие приложения, абсолютно работающая технологическая часть. Marketplace на реконструкции, да, всем известно, но скоро выйдет с реконструкции. Android абсолютно рабочий, кроме пока игры, потому что мы боремся с системой безопасности по сохранению баланса, но для работы с контентом он есть. То есть, собственно говоря, первая часть P2E, PlayPern, наша охотник, золотая лихорадка работает. Замки и драконы скоро будут запущены. И уже сейчас происходят интеграции с другими проектами. Совсем скоро проект Unvelop расскажет о партнерском проекте, который стартует на земле Арконы. Есть еще несколько проектов, в которых пока мы не будем говорить о том, что это NDA, но B2B начинает активно, бизнес-у-бизнес, да, активно интересоваться нашим продуктом, нашим проектом, устраивать в него свои проекты. Собственно, мир начинает заселяться, про Петрозавод, как вы знаете, с летнего сезона туда можно поехать, все посмотреть. У них уже, по-моему, около 30 локаций созданы. Они их уже сами делают, без нашего практически участия. То, чего мы и хотели. На первых двух-трех мы получили, помогли, и дальше все само по себе продолжает развиваться. Так что, небольшая реклама. Welcome to Петрозавод. Посмотреть, что такое Арконы Петрозавод. Так, собственно, наверное, по сегодняшнему статусу проекта, я думаю, это все. И, наверное, пожалуй, можем перейти к вашим вопросам. Напоминаю, вопросы только по теме вебинара. Так что, Сергей будет смотреть, кто поднимает ручку. Или, может, у Сергея есть дополнение по тому, что я рассказала раньше, чем перейти к вопросам. Ну, я могу в целом, скажем так, подвести резюме всего того, что сказано. И как за минуту можно рассказать, что такое Аркона вашему другу-товарищу. Представьте себе, что есть платформа, ну, вот, взять игру тоже Minecraft, где вы можете создать все, что угодно. Например, накачать модов и создать свой дивный мир, который увидят все другие, если вы поставите это на сервер. А теперь представьте, что возможно это сделать без всяких технических необходимостей, просто имея NFT на вашем кошельке. И вы можете размещать абсолютно любой контент, делать абсолютно любые проекты в вашем реальном мире, дополняя его и видеть через экран вашего смартфона. Что это может значить? Вот, я думаю, что многие из вас хотя бы слышали, а многие участвовали наверняка во всяких реконструкциях исторических и не только. Когда вы приходите, видите шумный пиротехнический шоу, как ездит техника. А теперь представьте, что буквально за один час можно смоделировать всю эту сцену с различной техникой, с различными пиротехническими эффектами. И в будущем даже, если забегать наперед, Арконе такое будет, костюмированными людьми и различными другими юнитами, скажем так, которые будут бегать и делать все более массовым, просто буквально за час используя Арконе и без необходимости каких-то технических специалистов хватит одного человека и одного часа времени, чтобы это все настроить. То есть вот у вас есть реальность, есть экран смартфона и вы можете творить. В принципе, вот это то, что есть Арконе. Имея земли, скажем так, основная наша технология – это привязанные геолокации земли, на которых вы можете что-либо размещать, и оно будет в абсолютной точности размещаться без погрешности в 10 метров, например. Да, и вот у нас есть вопросы из чата. Когда релиз на Android? Тут я могу тоже сказать, что он уже в тестовой версии есть, и сейчас допиливаются некоторые технические штуки. Диана, дополните. Да? Да, хорошо. Тогда второй вопрос. Почему разработка началась с iOS? Почему разработка началась с iOS? Тут тоже могу немножко добавить, потому что на iOS одна единственная операционная система. Да, на iOS одна единственная операционная система. Нету кучи девайсов. Видимо, у нас немножко разрыв связи. Ладно, нужно привыкнуть, что задержка идет 3 секунды между друг другом. Вот. В общем, одна единственная платформа, единая для всех девайсов, одна операционная система, и там гораздо проще это все тестировать. Более того, у iOS, по крайней мере, если взять два года ранее, были все эти инструменты необходимы для AR. И сейчас они, несмотря на то, что на Android тоже идет разработка, они допилены гораздо лучше. Ну, собственно, как тестовая платформа, и для массового пользователя это самая удобная площадка, и там разработка ведется быстрее. Может быть, Диана сможет как-то еще дополнить. Все верно. Основная фраза. iOS стандартизирован для разработчиков. Его IP, оно стандартное. То есть мы имеем всего лишь 16, по-моему, моделей. И это, кстати, не только на iOS, да, сколько моделей на Android здесь стоит. Поэтому так гораздо проще разнабатывать. Особенно дополняем. Потому что камеры лучше, датчики лучше. Оно все лучше работает дополняем. Следующее. Есть ли планы по продвижению работы с историческими памятниками? Тоже могу сказать, что такие работы постоянно ведутся. Но тут лучше Диана скажет. Да. Катя. Конечно. Да, ну, естественно, мы, во-первых, мы перенесем все, что уже сделаны, проекты. Это проекты под партнеров, но мы с ними договорились, они будут все перенесены в Аркона. Во-вторых, к нам постоянно обращаются разные проекты, музеи, и мы так или начнем с ней переговоры. Но, в принципе, мы бы вообще занимались только этим. Это наше самое любимое занятие. Поэтому, когда мы допилим абсолютно все, мы будем заниматься историческими рекомендациями. Может быть, абсолютно всю историю планеты перенесем в Аркона. Присоединяйтесь. Это наше любимое дело. Это просто прекрасно. И следующий вопрос у нас. Вся планета покрыта гексами, дополненными цифровым слоем, цифровая Земля. Сам вопрос. Сколько по времени заняла полное заполнение этим слоем поверхности Земли? И с какими трудностями встречалась команда, когда происходила реализация данной технологии? Ну, как я и сказала, с 2015 года мы искали решение, как удаленно размещать контент. В принципе, где-то два года мы делали это. И к семнадцатому это была такая еще бета. Полностью оцифровали мы планету, наверное, в девятнадцатом. То есть четыре года заняло это решение. И здесь очень большой стек технологий, начиная от компьютерного зрения, машинного обучения, ГИС. Это очень важный момент, да. Геоинформационные системы, которые используются и существующие. То есть GPS, все остальное прочее. Но есть и наши уникальные разработки. И, ну, да, вот, собственно, четыре года трудностей будет много. Даже для того, чтобы прийти к решению, что нужен именно гексагон, а не круг, квадрат, я не знаю, треугольник. Прошло большое время, потому что было протестировано разные возможности. И если вы сейчас обратите внимание, некоторые проекты, не буду называть какие, просто стали делать гексагоны. Чуть позже, чем мы. Ну, собственно, зачем я сбросила себя, когда его уже изобрели? Да, гексагон — это самое корректное разделение всей нашей планеты. Самое корректное. Трудности, ну, начиная с того, что при изменении времени года, при изменении, не знаю, там, времени суток может менять. И нужно было найти решение, которое позволит избегать проблем с сезонностью, избегать проблем с положением солнца на небе. Так что это, ну, это большая-большая-большая глубокая разработка, которая велась четыре года. Я думаю, понятно, что это было непросто. У нас все даже вода поделена на гексагоны, хотя, не знаю, пригодится ли это кому-то. Даже вода. Ну, учитывая то, что в дальнейшем будет некая прорисовка в Arcon, и можно будет что-то видеть издалека, то, по крайней мере, приблежная территория, я думаю, будет нужна. Следующий вопрос. Да? Вполне возможно. В Arcon можно интегрировать тяжелые 3D-модели. Это вопрос, кстати, да. С различными режимами введения полноценной озвучкой. Вопрос не к внедрению таких моделей разработчиками. Могут ли игроки так сделать? Ну, на самом деле, понятие тяжелые модели, тут нужно понимать, что модели в Arcon загружаются посредством NFT. То есть, да, можно их сделать программируемыми, чтобы они как-то реагировали, и более того, такие работы ведутся, и если вы скачаете приложение и посмотрите, вы заметите, что все это есть, и оно как бы работает. Насчет вопросов тяжелые, ну, оптимизированные какие-то интересные модельки загрузить можно точно. Это да. То, что вы загрузите в NFT, по сути, можете добавить в Arcon практически все. Наши те же замки, которые есть, они просто огромные по своим масштабам, по площади и по высоте. Да, есть такое понятие game ready, да, то, что под мобайл. То есть, оно может быть сколь угодно тяжелым, но, правильно сказал Сергей, факт оптимизации может привести к... ...как, например, есть момент такой, когда вы можете вы не видите абсолютно всей текстуры, пока вы к ним не подойдете, поэтому они не подгружаются, это тоже дает оптимизацию. Есть много разных фитер-тик, которые позволяют загрузить абсолютно любое, но оптимизированное, иначе просто не потянет смартфон. Здесь, в принципе, не наше ограничение, ограничение быстродействия смартфонов. Поэтому все, что загружается в мир, оно ведь не грузится непосредственно на смартфон, да, оно в постоянном таком рантайме, находится в таком стриме, поэтому оно должно быть оптимизировано. И это может делать любой человек, как мы и говорили, да, не только разработчики. При наличии, повторюсь еще раз, приобретенного или арендованного участка земли, вы можете туда загрузить абсолютно все, что придет в вашу голову. Да. К тому же вы можете заказать модели у каких-нибудь 3D-моделлеров и сами создать свою игру. Это же, по сути, конструктор. Так, дальше вопрос. В процессе разработки, которая длится уже несколько лет, появились какие-то новые технологии, ведь прогресс стоит на месте. Учитывает ли это команда? Использует ли в своих разработках и интегрирует своевременно в продукт? По сути, вся разработка и есть новые технологии, которые были собраны вместе и интегрированы. Тут идет речь о том, что другие начинают уже использовать эти технологии, те же вексагоны. Я понимаю, о чем разговор. Готовые какие-то вещи, да, конечно, есть какие-то игроки, которые используются нашими разработчиками. Конечно, мы следим за прогрессом. У нас было много ситуаций, когда мы что-то начинали разрабатывать и потом обнаружили, что это уже готово. Условно, там, в том, GR-кит что-то встроили, и мы говорили, окей, мы не будем это делать, мы переключаемся на другую вещь и используем готовые. Но здесь есть палка о двух концах. Особенно сейчас все это видят, да? Зачастую, опираясь на чужие технологии, ты теряешь независимость, стабильность и прогнозируемость. Поэтому вот, в принципе, разнообразная технология вся есть своя, но мы можем параллельно использовать готовые разработки, а можем их заместить на свои. И это был изначально наш план, ну, потому что мы уже попадали в ситуации, когда мы понимаем, что мы опираемся на чужие технологии. Чужое не твое, всегда. Какие бы ни были договора, какие бы ни были подписки, если что угодно, чужое не твое. Поэтому мы смотрим за рынком, мы изучаем, мы используем что-то, но стараемся быть максимально самостоятельными. Да. Еще один хороший вопрос. Как обстоит работа с персонажами NPC, с которыми можно взаимодействовать? Ну, на самом деле, тут нужно понимать, что наша технология – это как раз-таки компьютерное зрение. И, по сути, мир Аркона видит вас, если вы видите мир Аркона. Поэтому конкретно с NPC тут вам ответит Тиана. Я не расслышала, какие персонажи. NPC имеется в виду персонажи, с которыми можно взаимодействовать. Например, стоит гид, ты подошел к нему, он тебе выдал какой-то квест или рассказал про что-то. Да, понятно. Но это же, в принципе, просто скрипт. Персонаж с вами взаимодействует или сундук с вами взаимодействует, когда вы на него тапаете, он его дает серебро. Это, в принципе, не сложная история. То есть, что мы заложим, то оно и будет. Наверное, надо еще раз объяснить одну очень важную вещь. Аркона не компания, которая создает контент. Аркона не компания, которая генерирует 3D-модели. У нас даже нет... У нас не будет вопрос, почему вы не делаете 3D-конструктор? Зачем? Эти билдеры есть, их 100-500. Аркона – это компания, это платформа, это средная, которая дает возможность размещать контент. Поэтому, как обстоят дела с персонажами? Как вы захотите, так и будут обстоять. Это очень важно. Мы показываем кейсы. Ну, условно, есть игровые кейсы, есть такие, есть такие, есть такие. Какие могут персонажи? Может речать, не знаю, динозавр, а может какать сундук. А дальше, как вы захотите. То есть, мы показываем просто примеры, как это может быть. Лучше можно сделать? 100% что можно. Интереснее, креативнее, интерактивнее? Конечно, можно. Вообще 100% что можно. Поэтому то, что вы видите в Арконе сейчас, это не есть быть эталон какой-то. Это просто пример, это просто кейс. Так тоже можно, но можно лучше, можно гораздо интереснее. Так что, что творить? Следующий вопрос у нас. Возможно ли будет загружать объекты размером больше одного гексагона? Да, это тоже хороший вопрос. Можно. Для этого у нас есть домены. Да, совсем скоро. Да, домены, домены, не знаю. Совсем-совсем скоро можно будет сначала увидеть. Во-первых, увидеть. Сейчас вы видите контент, который расположен на одном гексагоне. Вы переходите следующий гексагон, вы не видите то, что было соседним. Совсем скоро можно будет это увидеть. И объединив земли при помощи доменов или доменов, не знаю, как лучше сказать. Вы можете загружать контент больше. Замки, про которые уже говорил Сергей, которые, наверное, вы видели на наш промо-роликах, они занимают до 54 гексагонов. Это много. Это прям очень много. И можно будет грузить их и не только замки, любые объекты, которые вам потребуются, можно будет загрузить. Оптимизированный, опять-таки. Тут еще есть вопрос по предоставлению уникального ПО Аркона другим партнерам, ну, скажем так, представителям. Как это использует, например, Петрозаводск? То есть на каких условиях мы предоставляем им наши разработки? Рассказываю. Нет, прям совсем это ПО, которое мы предоставляем. Мы предоставляем на определенных условиях территории. Мы их называем выставочные территории. То есть это те пространства, которые очень большие, да, когда это дорого, выкупать каждый гексагон и брендовать. Есть стальные выставочные территории, ну, в данной ситуации это весь город Саоск, это выставочная территория, на которой наши партнеры размещают свои локации, которые им необходимы. А ПО-то, в принципе, одинаковое для размещения контента, что обычно использователь поставит на свой гексагон штуки, размещают своих мишек и герб города и гидов интерактивных. Поэтому ПО не требуется специального корпоративного. Дополнительная вещь есть как поддержка, конечно же, да, потому что требуется, да, большой объем локации как-то обновлять, поддерживать. Поэтому все это обсуждаем, но это не предоставление СПО, потому что СПО это прям совсем ноу-хау. Да, ну, в общем-то, и не нужно. Так, также есть вопрос касательно контента, который нарушает либо авторские права, либо является 18+, например, нарушает законодательство страны. Будут ли они как-то удаляться? Что мы с этим будем делать? Ну, на самом деле у нас есть такая... По поводу авторских прав, по поводу авторских прав, ну, в принципе, невозможно, да, нам самим модерировать каждую модель. Поэтому, что будет в ближайшем, в обозримом будущем? Будет несколько слоев, которые будут видны. И будет общий слой визуальный, общий слой, который будет размещено, ну, собственно, все, все размещено сейчас. Дальше будет модерируемый слой. Что такое модерируемый слой? Ну, например, вы поставили на свой гексагон что-то, что вы хотите, чтобы было платным. Вы хотите какой-то промокод, какой-то вход, как-то монетизировать. Это модерируемый слой. Или, например, вы хотите поставить 18+. Ну, 18+, допустим. Вы заранее предупреждаете человека, который подходит к вашему гексагону, что здесь есть вот 18+. И поэтому он, как обычно, чикает галочки. Окей, 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 согласен, 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 заходит. Если человек разместил свой контент в общем слое на какой-то пользователь, увидел этот контент, и он ему каким-то образом показался оскорбителен, или 18+, на это не уведено в модерируемый слой, он нам пишет, что вот на ком-то виде согласен, здесь вот такое вот происходит. Мы будем автоматически удалять модерируемый слой. То есть мы не удаляем контент, мы просто убираем его из общего в модерируемость. Если наш контент-мейкер с этим не согласен, он нам пишет объяснение, говорит, что все не так. Поэтому здесь такая будет, мы хотим перевести, чтобы это была такая самомодерация. Понятно, что есть законодательство каких-то отдельных стран, есть какие-то отдельные места специфические, религиозные, какие-то общественные, что-то еще. Но мы абсолютно уверены, что это прекрасно будет модерироваться самими контент-мейкерами и пользователями, которые будут это видеть. Может быть, будет слой эдалт, и человек сознательно заранее понимает, что вот он хочет такое, он ставит слой эдалт, и подходя к этому гексагону, вы выйдете здесь, есть что-то эдалт. Окей, я хочу это или я это не хочу. То есть, в общем, такая довольно простая децентрализованная модерация. В общем, мы будем стремиться во всех наших аспектах децентрализации. Ну, мы надеемся, что это сработает. Если нет, ну, вон даже Маск сейчас в Твиттер купил, чтобы поубирать забаненные аккаунты. Так что что ж мы будем идти по пути Твиттера, чтобы у нас потом какой-то Маск покупал. Сразу будем децентрализовываться, давать власть на контент, в руки пользовались. Да, то есть, еще раз напомним, что эта вселенная, это в первую очередь не технологии, а мы с вами, которые создаем ее вокруг и наполняем ее. Мы же ее модерируем, мы же ее устраиваем, ну, в целом, как и обычная жизнь. Так, планируется ли масштабная рекламная кампания и каковы ближайшие сроки, если планируется? Не совсем относится к теме вебинара, вопрос по рекламной кампании. Но мы, если так уж на то пошло, мы с вами прямо сейчас в это время занимаемся в рекламной кампании. За последний месяц более 4 тысячи упоминаний Аркона в сети, благодаря работе Хроника Аркона и других наших компаний. Чем это не масштабная реклама? Да, и хочу заметить, что это абсолютно... Да, это абсолютно работа коммунити, мы сейчас больше в детали вдаваться не будем. К теме вебинара не относятся. Да. Так, дальше. Давайте подождем еще пару минут буквально. Если у вас есть вопросы именно по теме вебинара, то задавайте их. Если вы смотрите это в записи, у вас появились какие-то вопросы, то мы постоянно проводим амассессии, и можете готовить свои вопросы, приходить на амассессии и задавать вопросы, мы там с вами с удовольствием об этом всем поговорим. Так. Пока подождем полностью, что дописывает. Я еще хотел бы рассказать, что... Какое у нас применение в Арконе, и что вы можете видеть уже сейчас, попробовать технологии, какие у нас есть кейсы. Ну, у нас есть два кейса. Ни в коем случае мы не PlayToEarn полноценный, в том плане, что только PlayToEarn. У нас есть игровые кейсы. Это золотая лихорадка. Вы можете по взаимодействию с так называемыми NPC-сундуками и пособирать серебро, а потом вывести в токены Аркона. И у нас готовятся RPG-замки и драконы. Такой масштабный проект, где вы сможете вставить свои замки, потом нанимать охотников, чтобы они грабили караваны, передавали вам деньги. Вы это вводили в токены. В общем, будет полноценная прямо RPG-игра, и мы сейчас активно готовим. Ну, и вы сами можете поставить ваши NFT, прям загрузить их в нашем мире. И да, это тоже кейс, собственно. Можете даже не арендовать земли, а посмотреть, побаловаться с готовыми NFT, с готовыми ассетами, поставить их там, посмотреть, например, танк или танцующую анимодевочку. У нас это уже есть. Так, что у нас по вопросам? Ну, собственно, вопросов вроде бы больше нету. Да мне кажется, что мы ответили вообще уже на все, на что можно было ответить. Сергей, у меня... Сергей... Да, Сергей, давайте мы еще раз повторим порядок нашей амбасадорки, потому что у нас не записалось в начале. Что мы делаем дальше? То есть вот сейчас мы завершили вебинар, мы выложим тест. Да, давайте вот это коротко расскажем еще раз. Что дальше? Да, целью нашей амбасадорской программы в первую очередь является то, чтобы вы стали полноценными амбассадорами и могли рассказать об Арконе всем кому угодно. Простым языком, сложным языком, какие-то конкретные кейсы заинтересовать кого-то и привести к нам, чтобы мы вместе могли строить нашу метавселенную. Поэтому у нас будет 4 вебинара. Вот сегодня первая тема вебинара, собственно, которая обучает, что такое Аркона, собственно. Мы будем также на этих вебинарах затрагивать и в целом технологии, и ар, и криптовалют, применение криптовалютов и много чего еще интересного. Поэтому сейчас у нас есть вебинар. В дальнейшем мы выкладываем тест к этому вебинару, вы его проходите. Если вы проходите его успешно, вы получаете за это награду. Также вы можете абсолютно по-разному креативить, переводить различные тексты, материалы на различные языки. Это не обязательно английский, это может быть хоть китайский, но условие только то, что это должен быть ручной перевод, ваш авторский. Собственно, если он хороший, вы можете получать различные награды. И в конце бассадорской программы мы также наградим всех особыми призами, кто пройдет все тесты, пройдет их хорошо, больше 80% правильных ответов и также самых активных участников нашей амбассадорской программы. Кто знает, может быть, кто-то нарисует красивые арты по теме вебинара или создаст несколько крутых проектов, может быть, один большой или просто несколько 3D-моделей. В общем, креативьте и получите призы гарантированно. Ну и также за то, что вы пришли на вебинар и задали вопросы, которые мы обсудили на вебинаре, вы также получите опыт уже после вебинара. Опыт меняется на NFT и вы, собственно, сами вольны выбрать, на что его потратить. Так. В общем, как-то так. Да, мне кажется, все понятно. Это я продолжаю соблюдать интересы людей, живущих не в часовом поясе Москвы, а те, кто уже спит и очень мечтает посмотреть нас завтра. Так что ссылки на все это будут жить в нашем официальном Ютубе. Да. Итак, есть ли у нас вопросы? Да, собственно, вопросов, которые напрямую относятся к теме вебинары, которые мы еще не рассмотрели, у нас пока нет. И мы большие молодцы, что мы так быстро все разобрали. Буквально за 40 минут. Поэтому спасибо всем, кто пришел. Спасибо, Диана, за то, что рассказали нам в Варконе. Спасибо, Сергей, за модерацию, за поддержку и за идею, собственно, амбутандорской программы. Также спасибо, Сергей, и команде «Обкас». Да, спасибо большое. Всем хорошего вечера или утра, или любого времени суток, как у вас сейчас наступает. И готовьтесь пройти тест по итогу нашего вебинара. До встречи на следующей неделе. Всем пока.